День города. В студии Кристина Бочкарёва. Здравствуйте. Главные темы дня. Окончательные итоги. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о высоких показателях на выборах. Двое на одного обвиняемым в убийстве грозит вплоть до пожизненного. Магия ожившей куклы. В Рязанском театре кукол отмечают профессиональный праздник. Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании подвела официальные итоги голосования на выборах президента России. Владимир Путин, согласно данным, набрал 87,28% голосов. Итоговая явка составила 77,5%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87,5 миллионов избирателей. В современной истории России подобных показателей еще не было, подчеркнула Памфилова. Глава ЦИК отметила, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. По данным медиаагентства РИА Новости, всего по итогам выборов поступило более 14 тысяч обращений о возможных нарушениях. Из них большинство – шаблонные из-за рубежа. Реальными оказались 459 обращений о возможных нарушениях, сообщает источник. Кроме того, за время голосования по всей России зафиксировали 41 случай массовой порчи бюллетеней. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После отбытия наказания на родину в Рязани состоялся очередной этап депортации за пределы страны тех граждан, которые до сих пор размещались в центре временного содержания. Но перед этим обыск. Нет ли при себе колюще-режущих, запрещенных предметов? Мужчина – гражданин одной из стран Среднеазиатского региона. До этого он отбывал наказание в одной из региональных исправительных колоний. Всего таких нарушителей четверо. По окончанию срока мигрантов доставили сюда, в центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Рязанской области. Судимости мужчины получили за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, разбой и кражи. После освобождения из мест лишения свободы, мигранты находились в центре временного содержания иностранных граждан ОМВД. В отношении данных лиц было принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации в течение пяти лет. В отношении вас будет проведено депортационное мероприятие, будете доставлены в аэропорт в Домодедово, оттуда будете депортированы в республику Кузьмин-Текистан. Сейчас будет проведен личный досмотр на наличие спрещенных предметов. В Домодедово мигрантов доставили сотрудники сразу трех служб. Управление по вопросам миграции, патрульно-постовой службы и охранно-конвойной роты. А из аэропорта мужчины отправились в страны гражданской принадлежности. Другое уголовное дело о нарушении законодательства в сфере миграции возбуждено в отношении 36-летней Рязанки. Как установили полицейские, женщина фиктивно прописала в своем доме на улице Новикова-Прибоя 34-летнего мигранта. Проживал мужчина в другом месте. И уже в ходе проверки полицейские выяснили, что Рязанка причастна еще к семи преступлениям. По ее адресу в разное время были фиктивно поставлены на учет семь иностранных граждан. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание которой грозит штраф до полумиллиона рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Два жителя Рязани предстанут перед судом по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц. Произошло все в центре города, на улице Радищева. Обстоятельства, которые привели к трагедии, стандартные – алкогольное опьянение. Вы сюда зачем шли? Вот так агрессивный, в чем-то даже размеренно мужчина рассказывает о совершенном преступлении. Произошло все около года назад на улице Радищева. Подозреваемых двое. Одному на момент преступления было 34 года, другому – 19. С потерпевшим они встретились вечером. Поговорить толком и не успели. Обвиняемый предложил выпить, а затем достал нож и нанес несколько ударов. Дальше, говорит, били вдвоем – руками, ногами. Следователям он рассказал, что даже поднял с земли бутылку и разбил ее об голову потерпевшему. Он что-то пытался встать, ходить, что-то как-то. Это я не помню, это я смутно помню. Что-то он пытался ходить, я его бросал, бил. Он так же орал, типа, дай уйду, дай уйду. Я на это никак не отреагировал, продолжал его убивать. Обвиняемые в ходе бытового конфликта на фоне алкогольного опьянения нанесли своему знакомому множественные удары ножом и фрагментом разбитой стеклянной бутылки в область грудной клетки, а также множественные удары ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, в тот же день скончался. Преступление было раскрыто по горячим следам. Лица, причастные к его совершению, задержаны и на основании ходатайства следователя заключены под стражу. Подозреваемых поймали практически с поличным. Когда обвиняемые отошли от места преступления, то один из них предложил потерпевшего добить. В тот момент, когда они стали возвращаться, навстречу уже шел наряд полиции. В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Статья «Убийство совершенной группой лиц» максимальное наказание вплоть до пожизненного. Спонсор программы «День города» – выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили социальные работники. Инициативу его проведения датируют 1983 годом. С тех пор Всемирный день социальной работы отмечают более чем в 140 странах мира. В нашем регионе тоже есть представители этой важной и нужной профессии. Милосердие, чуткость и эмпатия – качества, необходимые для социального работника. Выбравшие эту профессию помогают людям, которых принято называть незащищенными слоями населения – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Соцработник в первую очередь оказывает помощь. Помощь – это оказание услуг. Соцработник может принести продукты питания, сходить в аптеку, побеседовать на какие-то определенные темы, те, которые интересны нашим подопечным. Контроль осуществляем. Наш отдел полностью контролирует всех социальных работников. Это выходы, это телефонные звонки, это проверки своеобразные. То есть, либо мы ходим в комиссионную кого-то, проверяем, либо просто позвонили, спросили, как дела, все ли в порядке. Соцработник не только помогает физически, но и оказывает первую психологическую помощь своим подопечным. Потому особенное внимание в их профессиональной переподготовке. А проходят курсы повышения квалификации они обязательно и регулярно. Очень много психологических знаний, которые на практике применять приходится постоянно. Лариса Сергеевна в профессии уже не первый год. Подопечных у нее девять. И по ее словам, каждому нужен свой особый подход. Я уже пять лет как социальный работник, осталась без работы. Пошла, оформилась на биржу труда и там предложили подработку. И я решила это принять. Попробовала три месяца. Я поработала как общественные работы, а потом решила остаться. Поняла, что могу людям принести радость, добро, тепло. Сотрудники этой сферы рассказывают, для них это скорее призвание, чем работа. Для своих подопечных зачастую соцработник и друг, и защитник, и опора. Я на улицу почти всю зиму не выходила. И вот для нас это главное общение. И мне приносят сейчас книги из библиотеки имени Сенина. За это большое спасибо. Потому что у нас, какие у нас развлечения? Вот читаем, кроссворд отгадываем. Лариса Сергеевна, большое спасибо за все. Человек, она безотказный, тоже попросишь все, что надо, все сделает. Сегодня такие специалисты одни из самых востребованных в нашей стране. Всемирный день социального работника – это профессиональный праздник для более чем 600 тысяч человек, для которых помощь людям стала неотъемлемой частью их жизни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сегодня во всем мире отмечают День кукольника. Праздник учредили в 2003 году. С тех пор работники кукольных театров ежегодно отмечают его творческими встречами и спектаклями. Нашей съемочной группе удалось заглянуть за кулисы Рязанского театра кукол в преддверии даты. Марионетки, перчаточные и планшетные куклы. Сотрудники Рязанского областного театра кукол рассказывают, что подсчитать их количество практически невозможно. В репертуаре театра порядка 40 постановок, для каждой из которых изготовлены свои куклы. Есть даже спектакли, в которых задействовано около 300 таких вот артистов. Например, постановка «Лето на память», которой, кстати, кукольники в этом году и отмечают свой профессиональный праздник. Уже нет ширмы в привычном понимании этого слова. Спектакль «Лето на память», которым мы будем отмечать, собственно, день кукольника. В нем пять небольших ширм, мы называем их грядками, и они все работают как экраны одновременно, и они все проницаемы. Артисты передвигаются, исполняют трюки достаточно тяжелые физически. Артист-кукольник – это сверхоснащенный артист. И в плане профессионального мастерства – это люди, которые изначально готовы к сверхнагрузкам. Наш Рязанский театр «Кукол» – один из лучших в России. Неудивительно, что артисты из других регионов хотят работать именно здесь. Так Евгений Солушев приехал в Рязань из Нижнего Новгорода. К актерскому искусству молодого человека тянуло с детства. Евгений со второго класса ходил в театральную студию, но тогда считал это скорее своим хобби, еще не зная, что сцена станет для него вторым домом. Десять лет я прозанимался, потом после 11 класса поступил в Нижегородское театральное училище, не зная, что я поступил на отделение актер-театра «Кукол». Когда узнал, как бы, ну, отнесся, наверное, к этому как-то... Ну, интересно будет, останусь. Неинтересно – уйду. Ну, как бы, вот, наверное, так. А потом как-то втянулся и нечаянно обрел профессию, в которой я прямо... Ну, я живу прямо этой профессией. Мне очень нравится. Современному театру «Кукол» подвластно все. От сказочной фантазии до сокрушительной драмы. Рязанский областной театр «Кукол» давно перешагнул возрастной барьер. Наравне с постановками произведений Андерсона и Маршака зрители знакомят с Чеховым и Достоевским, а сами артисты выходят из-за ширмы, играя вживую рядом с куклами. В честь праздника всех кукольников мира расскажем еще об одном кукольном мероприятии этой недели. Выставка работ Ирины Сельман открылась в галерее Приобанка. Автор работ сообщила, что для нее это большое событие, так как она выставляется крайне редко. Начинается композиция с одиночной тумбы «Старик Семен». Есть в экспозиции тумба, посвященная теме духовности, на которой расположены три куклы, в том числе фигура Андрея Рублева. Тема верности отражается через образ Герды и Мика Перасмани, а объединяют композицию розы. Можно увидеть и литературных персонажей Ассоль и куклу по роману Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Я хотела бы обратить внимание на куклу, где стоит Рыжий Клод и Эмиль Бернар, поэт. Это самая историческая, скажем, тумба, потому что на этой тумбе стоит поэт Эмиль Бернар, который я сделала в 2011 году. Это моя самая первая кукла, да. И Рыжий Клод по стиху Бадлера – это моя самая последняя кукла. Вот буквально в начале марта я закончила. То есть Альфа и Омега, конец сошелся с началом. Самое интересное для меня – это придумывать личность. Личность, которую я оживлю, и она будет жить. Всего на выставке представлено 14 кукол, 5 из которых созданы в последний год. Как рассказала Ирина Сельмин, в среднем на изготовление одной куклы уходит месяц. Художница использует самозатвердевающий пластик ладол – проволочный каркас для туловища синтепона, для костюма кожу. Отметим, что на выставке работы расположены по тематикам, а сопроводительные тексты помогают лучше понять, какой образ опечатлен. Также можно увидеть фотографии театральных кукол, которые Ирина изготовила в разные годы. Выставка продлится до 20 апреля. Вход свободный. В Патриот-центре открылась музейная комната, посвященная Великой Отечественной войне. В экспозицию вошли оружие, военная техника и личные вещи красноармейцев. Это станина от советской зенитной пушки 52К. Это зенитная пушка калибром 85 мм. Если брать по 1941 году, вообще это зенитное орудие, которое предназначено для борьбы с авиацией, но очень часто ее использовали на танкоопасных направлениях. Пушка вся в следах пуль. Она побывала не в одном бою. Привезли орудия из Смоленской области. Здесь, в здании Патриот-центра, собраны экспонаты, многие из которых чудом сохранились в годы сражений и дошли до наших дней. Но ценнейшие, как говорят сами поисковики, личные вещи красноармейцев. Особенно эмоциональные находки получаются, если удается установить имя бойца. Музей Великой Отечественной войны существует в городе давно, с 2013 года. Однако на старом месте его пришлось закрыть. Это наш музей, который функционировал несколько лет. Он прекратил свою работу полгода назад. И вот, используя наш экспонат, точнее, часть экспонатов, где-то примерно одна шестая от того, что у нас располагалось в музее, мы организовали вот здесь, в стенах Патриот-центра, при их содействии, вот такой уволок экспозицию, можно сказать, комнату боевой славы и истории поискового движения Рязанской области. В арсенале музея экспонаты, которые рязанские поисковики собирали в течение 10 лет. Их привозили с вахт памяти из боевых регионов нашей страны. Здесь предметы из Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской области, из Керчи и из Рязани. Хотя боевые действия затронули лишь некоторые районы нашей области, память о тех страшных годах сохранилась в виде предметов тех лет и на нашей земле. Есть в музее и предметы из личных коллекций поисковиков, и те, с которыми связаны имена легендарных героев. Предметы самолета Аэрокобры, это ленд-лизовский самолет, представляемый из США. И именно это были запчасти самолетом, которым летал герой Советского Союза, летчик Федоров. Федоров, он в свое время был даже ведомым у знаменитого трижды Герой Советского Союза Покрышкина. К сожалению, здесь мы их не представили, то есть в этой экспозиции. Вполне возможно, при расширении эти экспонаты снова займутся. В коллекции музея уникальные экспонаты, которые пока не представлены, ждут подходящего помещения. Возможно, уже в скором будущем жители города смогут увидеть и другие экспонаты. А пока эта небольшая часть коллекции заняла свое место в Патриот-центре, и уже в день открытия школьники из двух городских школ посетят комнату с экскурсией. На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 18 по 23 марта у входа в ТЦКУИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова